Всем привет и слава Украине! Передача Новости из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Георгий Лавасадзе. И сегодня у нас новогодний выпуск с хорошо знакомым и любимым нами Давидом Эльдинбаком. Привет, Давид! С Новым Годом тебе, дорогой! С Новым Годом! Давид, ну что, Новый Год, поэтому традиционно мы должны просто поговорить, традиционно мы просто обязаны с тобой поговорить про Новый Год. И начинаю вот действительно традиционно. То, о чем я спрашивал у моих друзей. Спрашивал я вот о чем. У всех практически. Новый Год детства, потому что это праздник, который у нас идет с детства. И Новый Год сегодня. Общие различия. Насколько ты хочешь повторить этот праздник для... У тебя... Тебе вообще повезло в нашем возрасте иметь сына в таком возрасте, когда... Ну, для... Не все зрители знают моего сына. Ему десять лет. Это младший из моих четырех детей. Да. По-моему, все зрители знают твоего сына. Те, которые не знают, прошу любить и жаловать. Его, кстати, можно показать, если он недалеко. Нет. Он сейчас пошел на новогоднее мероприятие. Ну, тогда... А я не пошел, потому что я вот с тобой. Мне стыдно, но... Ну, что поделать? Но с ним пошла мама. С ним пошла мама. Это замечательно. Итак, Новый Год. Новый Год твоего детства и Новый Год Шая. Ну, смотри. Я думаю, что Новый Год моего детства с поиском этот подарков под елочкой не сильно отличается от всего остального. Потом в какой-то момент у меня был вопрос по поводу Нового Года. Ну, потому что я стал понимать, что это христианский праздник, а у меня был какой-то период увлечения религии, достаточно серьезный, вот, который опять-таки переболел и пошел дальше, что называется. Вот. Но этот я начал для себя выяснять, а насколько вообще евреи можно праздновать Новый Год. Вот. И я пришел к выводу, что это... Евреи скорее иудеи. Ну, и, знаете, в Израиле это не различается. То есть, в Израиле это прежде всего регионная составляющая. Вот. Поэтому я начал для себя. И для себя, опять-таки, никому не навязываю. Дал ответ, что это самый религиозный, самый еврейский из христианских праздников. Почему? Потому что в православных святках и других конфессиях внутрихристианства 1 января помечено как День обрезания Господня. Да. Это, ну, понятно, проходит несколько дней после Кождества, делается обрезание. Вот День обрезания Господня, это самый еврейский день, когда сделали этот Бритмила, союз с Господом, одному еврейскому мальчику, родившемуся в Вифлееме из семьи, которая была из-за Назарета, Назарета. Вот. Поэтому я очень спокойно стал относиться. Потом уже... То есть, ты все-таки подвел под него религиозную составляющую? Не, не религиозную, историческую. Историческую. Вот. То, что мне нравилось. Потом уже, находясь в Израиле, я где-то в начале нулевых вдруг обнаружил одну вещь, которая меня... В общем, я много... Сначала заметил эту закономерность, потом стал замечать, что она повторяется и повторяется. Вот перед выборами 2001 года, когда на выборы шли этот Барак и Ариэль Шарон, мы, штаб Барака, поставили ему елку, чтобы он поздравил русскоязычных избирателей перед елкой с бокалом шампанского. Подожди, а у вас только русскоязычные избиратели? Ведь есть из других стран тоже? Не, ну смотри. И Новый год именно как Новый год празднуют только русскоязычные. Потому что, если ты имеешь в виду, что евреи из других стран Нового года не празднуют, крестьяне или католики... Но крестьяне, понятно, они празднуют Рождество. Они празднуют Рождество, а не Новый год. Поэтому Новый год празднуют только русскоязычные, в Израиле. Вот, если кто-то присоединяется, то они просто уже, как это, что называется, заразились, да? И вот в 2000 году я этот, перед выборами 2001 года, да, мы поставили елку, и Эуд Барак отказался сниматься у елки, потому что если он снимется у елки, то его сочтут слишком левым, слишком светским, недостаточно иудейским и так далее. И он был кандидатом от левого лагеря против... То есть елка – это символ леди Знэвэн Райана? Да. И вот... Нет, это не было символом. А в это же время Агель Шарон, который шел от правого национально-религиозного лагеря, он такими глупостями не заморачивался. И он выступил с бокалом шампанского возле елки, обвешанной новогодними игрушками. И вообще напоминал такого старого плюшевого медвежонка. Вот, выглядел благодушным, толстым дедушком. И Барак проиграл выборы с разгромным счетом и навсегда упустил возможность оставаться в кресле премьер-министра или вернуться. А накануне 2003 года произошел скандал между руководителем партии Мерет Йоси Саридом и с ним идущим в одном списке таким левым русскоязычным политиком Романом Брохманом. Потому что Брохман поставил елочку, чтобы этот Сарид выступил с поздравлением полного года. Вот этот Сарид был готов выступить, но он потребовал, чтобы елочку убрали немедленно. Уберите елочку, а то вдруг что-то не кто-то так подумает, потому что еле это все-таки религиозный символ, как решил Сарид. Вот, и он с резком проиграл выборы и ушел из политики. А накануне 2006 года у нас была такая антигелегиозная ультрасветская партия Томи Лапида, папы Яира Лапида, нынешнего руководителя Ешатид и бывшего премьер-министра несколько месяцев. И он тоже, когда его попросили записать поздравление, то Томи Лапид, который сам себя называл атеистом, в Израиле неслыханная дерзость, как и в Америке, для политика, он расстроился, сказал, что нет, он не будет рядом с елочкой, потому что елочка это вот такой религиозный символ, он не хочет. Ну и как результат, Томи Лапид навсегда ушел из политики, а партия его развалилась в трепезке. Вот дальше, в 2010 году в городе Верхний Назарет, который сейчас называется Звезда Галилея, а тогда был Нижний Назарет и Верхний Назарет, но жители Назарета, они плохо относились к тому, что их постоянно путают Верхний и Нижний, Нижний он арабский, Верхний еврейский. И в конечном итоге они сказали, давайте мы переименуем город и станем Звездой Галилеи. А вообще-то это практически один город, только один сверху горы, другой снизу. Так вот, они это переименовали, чем... А Спаситель родился, насколько я понимаю, в Нижнем, да? Спаситель родился в Вифлееме. В Вифлееме, да, конечно. Но был он из Нижнего, да? Да, конечно. Потому что Назарет... Я прошу прощения, поверьте мне, я знаю, где родился Иисус Христос. От слова Нацирет, это город потомков царя Давида. Я понимаю, но жил он где, в Нижнем или Верхнем, или не знаю? Он жил в Нижнем, ну, Верхнем, Верхнем, это уже еврейское, сионистское построение израильское. А, то есть это новый город. Да, это новый город. А Нижний, это достаточно древний город, ну, там, возобновлявшийся. Короче говоря, вот этот Шимон Гавсон приказал убрать эти елочки с улицы города, потому что, ну, у него эта борьба была с арабским окружением, а арабы в этот момент из-за Нижнего Назарета очень быстро начали переселяться в Верхние, потому что Нижний Назарет был переполнен. Наши, это там мало строили, но и негде строить, а Верхний продолжал строиться. Ну, и поэтому арабы просто покупали себе дома в Верхнем Назарете. А их что-нибудь разделяет? Река там? Нет, просто сел на машину, поехал вверх по серпантину. А, в смысле, это наверху, это внизу, да? Да. Типа гора. Да, один сверху, другой снизу. Верхний и нижний. Короче говоря, вот мэр Шимон Галсон начал бороться, приказал все елочки, которые были украшены, там, раздеть, что-то удалить. И это был единственный случай, когда госдеп Соединенных Штатов Америки в лице самой Хиллари Клинтон вмешался в муниципальную политику Израиля, то есть местных властей, и Хиллари заявила, что вот этот обиду, ну, обижают елочку, это покирается свобода вероисповедания и ущемляются права христиан. Слушай, ну елочка, почему елочка символ христианства? Я тебя умоляю. Гела, уважаемый, а на чем елочка стоит? Елочка, вот у меня, например, она стоит на мешочке с таком, с землей. Вот один умный грузин, Булата Куджава, написал в песне «И в суете тебя сняли с креста, и воскрешения не будет». Елочка стоит на кресте. Поэтому вообще изначально, это, конечно, религиозный символ, символ вечной жизни, символ воскрешения. И много было в Палестине времен Христа елочек? Не было елочек, я сейчас дальше веду к этому вещь. Так вот, елочка вообще изобретение Мартина Людера вместо Амелы. Не Клинга. Мартина Людера, ну, создателя реформации. Самого, который любил. Так вот, Хиллари Клинтон выступила. Что было дальше, через несколько лет, почти сразу же, в том же году, началось после против ГАСУ уголовное дело. Потом он сел в тюрьму, не за елочку, не за ксенофобию, за коррупцию. А в преддверии 2014 года, вот против этого празднования русскоязычными, так называемого, Сильвестра, выступила Лемор Левнат. И после этого с отрезком покинула политику. Но последним, кто выступал против елочки, нынешняя Хайская градоначальница Эйнат Калиш, которую, я уверен, переизберут на будущих выборах муниципальных, которые должны были быть в октябре, но были перенесены из-за войны. То есть, вывод, который можно делать, я не знаю. Вот в теме же перечисленные случаи, это может быть, конечно, совпадение, но не слишком ли их много? Опять-таки, я не знаю, есть ли в новогодней елочке что-то мистическое, но, судя по количеству примеров, могу еще привести. Обещать ее израильским политикам точно не стоит. Теперь я... Подожди, по поводу совпадения, я скажу, как говорил мой близкий друг из прошлой жизни, к сожалению, мы потом потерялись, я его не могу найти в интернете, Марк Цетлин, а он был физиком. Почему? Он и есть физик, он где-то в Швейцарии потерялся. Значит, он говорил, Геллоген, больше трех раз это уже не совпадение, это уже наука. Ну, так вот. По другому поводу, но... Что касается... Ёлочки, то тут дело в том, что к Новому году в Израиле с ним время от времени пытались бороться и называли этот праздник, до сих пор называют этот праздник Сильвестр. Что такое Сильвестр? Сильвестр у меня... Недобрая память и времена Бонзинской Москвы, некоронованный Сильвестр, или там этот самый, как его зовут, исторические аналогии с Сильвестром, но в данном случае что? Не, у меня, короче говоря, еще со старшим сыном было, когда он был в садике, он пришел и спросил, его в садике спросили, будет ли он праздновать Сильвестр, и он сказал, что Сильвестр он праздновать не будет, а потом пришел домой и спросил, папа, а что такое Сильвестр? Потому что ему сказали, что все выходцы из Советского Союза, они празднуют Сильвестр. Вот идея объясняет детсадовскому ребенку. Я ему очень четко сказал, что тот, кто называет это Сильвестром, это не празднует, потому что в Израиле под этого Сильвестра его чуть ли не сравнивают то с Гитлером, то с Амалеком, то с Богданом Хмельцким, да? То есть такими вот... И время от времени находится какой-нибудь чокнутый религиозный проповедник, который говорил, а если бы праздник называли Гитлером, вы бы его тоже праздновали? А почему Сильвестр? Сильвестр это какой-то римский папа, который якобы был вот этот лютым антисемитом. Был, не был, что там. В общем, короче говоря, именно вот в борьбе с Новым годом решили называть это праздник Сильвестр. Как все запущено. Русскоязычные отвечают, да я вообще про ваш Сильвестер только в Израиле услышал. А бывший руководитель Девятого канала Леонид 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 Блекман, покойный, он, я помню, устраивал перед новым, одним из новогодних праздников такую сходку. Это был 2007 год, по-моему. И он этот с трибуны кричал, это никакой не Сильвестр. Это празднование нового финансового года. Вот, потому что и для израильтян, которые не празднуют Новый год, это все равно Новый финансовый год. Так вот, мы, конечно, мало кто из нас помнит, что елка стоит на кресте, и в суете тебя сняли с креста, и воскрешения не будет. Конечно, апелляция к такому религиозному авторитету, как Булат Шалович Акуджаба, важна, но... Нет, так вот, советская власть, которая хорошо понимала, как бороться с религией, вспомним, она сразу после революции начала с елочкой сильно-сильно бороться. Именно как с религиозной... С Новым годом и со всем остальным. И с Новым годом и со всем остальным. С Рождеством. С Рождеством она стала бороться. Она и с Новым годом тоже и с елочкой боролась. С Новым годом не было, было Рождество. Окей, нет, и то, и другое было. Так вот, она боролась и с Новым годом, и с елочкой, и с Рождеством. Более того, в 20-е годы по улицам ходили специальные патрули, которые заглядывали в окна, и если находили что-нибудь похожее на елочку, то это хозяевам дома могло грозить вплоть до исключения из партии и увольнения с работы. То есть это не была такая вещь, как советская власть четко понимала, что религиозное значение. Именно то, что было, то, что мы не понимаем. Я недавно у себя в Фейсбуке цитировал целый ряд стишков, которые были против елочки Семеном Кирсановым, все остальное, там с проклятием и так далее. И вот советская власть елочкой боролась. Елочка была запрещена, она, это православная традиция, связанная с Христом, с Рождеством и так далее. И вот где-то в середине 30-х годов этот выпускник, ну не выпускник, ученик духовной семинарии товарищ Сталин, хорошо понимая, что нам нужны, нам советской власти, нужны собственные ритуалы, которые могут сплотить народ и дать ему общую идентификацию, он и решает вернуть Новый год. И озвучить это, как ты знаешь, было решено дать товарищу Постышеву из Украины, о котором говорили, что он вернул детям елочку и расстрелял их родителей, потому что он был очень лютым этот проводителем репрессивной политики, хотя сам стал его ее жертвой. Но при Хрущеве его сделали таким вот советским святым человеком, потому что Хрущев во многом был, так сказать, шел за Постышевым и видел в Постышеве возможный вариант развития своей судьбы, как выживший. Так вот, дальше в 35-м году выходит эта статья Постышева, и начинается установление советского Нового года. И при этом это была не традиция, это было изобретение традиции. И вот даже выбиралось в какой-то момент, кого сделать, ну как бы это сказать, вот образом, который приносит детям Новый год. Между прочим, Дед Мороз был далеко не единственной фигурой. Сначала его рассматривали как одна из фигур вместе с Петрушкой и, допустим, Зайчиком. Но Зайчик явно подходил хуже, чем этот Дед Мороз. Когда, наконец, ввели Деда Мороза, опять-таки, это не традиционный, это не классический образ. По этому поводу есть огромное количество этнографической и другой антропологической литературы. Есть блестящие лекции в интернете, которыми я отсылаю, потому что не хочу тратить время. Но это был придуманный образ. И когда ходил этот Дед Мороз с огромным, значит, калатом, шубой до пят и так далее, то дети начали его пугаться. Почему пугались? Потому что он напоминал тех крестьян, которые в этот момент были на всех вокзалах. Это же был еще 35-й год. Только что произошло раскулачивание, происходит геноцид деревни. И в этот момент крестьяне на всех вокзалах, крестьяне везде. И тогда именно появление такого Деда Мороза, ему уменьшают шубу и решают утеплить его образ, присоединив к нему Снегурочку. Причем изначально Снегурочка, это же дочка Деда Мороза. Дочка Деда Мороза и весны из пьесы Островского. Это опять-таки изобретенный русским романтизмом образ. Но когда ее представляют, то решают приблизить Снегурочку к детям. И назначить ее внучкой дедушке. И сделать ее ближе к детям. Опять-таки нужно было сочинить все обращения, все, что связано с Дедом Морозом, со словами Снегурочками. Украдут Снегурочку, украдут подарки. Давай, давай, расскажи, встань на стучек. Все остальное, все это придумывалось, изобреталась традиция. И на ее изобретение были брошены лучшие советские сказочники. Сергей Михалков, Лев Костиль, Самуил Маршак. Все они участвовали в разработке сценария птиков, таких вот пьес для новогодних поздравлений и так далее. И изобретением Нового года, собственно говоря, советская власть занималась вплоть до завершения Советского Союза. Это была постоянная работа над изобретением ритуала. Причем очень многое, что нам кажется вечным навсегда, оно достаточно молодое. Ну, например, нам кажется, что это всегда в Советском Союзе. На Новый год это показывали иронию судьбы. Всегда. Вот в этом году Александра Аркипова вместе с проверенным сайтом проверенным решили почитать. Они выяснили, что с 1976 года, по-моему, когда первый раз показали, этот фильм вообще показывали в Советском Союзе всего восемь раз. Причем первые три или четыре раза в год. И всего два раза на Новый год. Всего два раза на Новый год. Но... Не может быть такого. Что? Не может быть такого. Неужели? Всего два раза 31 декабря. Всего два раза. А вот уже Новая Россия его начинает вводить как картошку. Это всегда было. И, допустим, если за всю историю Советского Союза иронию судьбы показали только восемь раз, то только в 2020 году его показали 94 раз. По всем каналам. По всем каналам и так далее. То есть... Но в результате то, что нам кажется, что это всегда было, это иногда изобретено не просто при нашей жизни, а во второй половине нашей жизни. То есть... А нам так убегает. Это же так всегда было. За это наши деды воевали. А это все то, что называется изобретенная традиция. И большинство вещей, которые связаны с Новым годом, это изобретенные традиции. Просто вопрос, когда они были изобретены. Опять-таки, елочка, как новогоднее дерево, возится в России только при первом. А возникает на Западе, как новогоднее дерево. В Германии только при Мартине Лютере. Для того, что заменяя амелу... Опять-таки, во многих странах до сих пор амелы являются главным рождественским деревом и новогодним деревом. Почему? Потому что под амелой мальчик может без вопросов поцеловать девочек. То есть, вести себя не так, как обычно. Первый поцелуй – это поцелуй под амелой и прочее. Это что касается Нового года. Теперь, что еще из таких благоглупостей, которые говорят на Новый год? Это гороскоп, который всегда проверяют. Гороскоп? Гороскоп? Какой год? Кого меняет? Китайский гороскоп, гороскоп по годам. Вот китайский гороскоп говорит, что Новый год – это год... Понятно, он наступает только в феврале, китайский Новый год. Но 2024 – это год зеленого деревянного дракона. Собьемся? И зеленого, и деревянного. Вот, комбинация дракона с элементами дерева и зеленым цветом, она, по мнению китайской традиции, должна привести к росту, прогрессу, к изобилию, к удаче и процветанию. Я, честно, дорогие зрители, не знаю, как это произойдет. Но я очень надеюсь, что дракон будет работать над этим, и он справится. Потому что китайский дракон – это почитаемое, мудрое существо. Это символ власти и справедливости. Вот, поэтому я желаю всем странам, которые нас сейчас слушают, чтобы власть была более справедливой, тем более, что во многих странах будут выборы. И если без дракона, без его помощи, я ничего хорошего от большинства этих выборов не жду, ну, в Израиле я буду стараться, чтобы было что-нибудь получше. Ну, смотри, одни выборы точно будут, это муниципальные выборы. Они должны были быть 31 октября, из-за войны их отложили на 30 января. Сейчас этот Кабинет Министров, ну, не Кабинет Министров, а Комиссия Министров, по этому вопросу несколько раз собиралась. Сейчас министр внутренних дел это требовал, чтобы они прошли 30 января, но министр финансов Пицелер Смотович сторговался с руководителями его партии и сказал, что он не будет отменять, что он не будет снова вводить налог на сладкие напитки, из-за которых у нас очень высокий диабет среди, ну, то есть этот газ, газированные сладкие напитки, да, всякие. Подожди, подожди, ты сейчас что-то не то начал говорить. Из-за газированных сладких напитков диабеты, поэтому нужно вводить налог. Окей. В Израиле религиозная общественность со всеми своими этими, прибамбасами, очень любят, так называемые, несколько вещей, которые вроде бы и у других распространены, но у них они распространены больше. Они, например, очень любят одноразовую посуду, что очень легко, если у тебя кашуру, так у тебя одноразовая посуда. А вторая вещь, они очень любят сладкие газированные напитки, из-за которых диабет и другие боли. Поэтому мудрецы из Министерства Финансов, которые знают, что единственный способ бороться с чем-то, это повышать налоги, в прошлые годы умудрились повысить налоги на одноразовую посуду и на сахарные, вот эти вот сладкие газированные напитки. А в тот момент, когда Натаньяго шел в власти, то вот его команда, национально-религиозный лагерь, объявили, что вообще вот, поскольку борьба за веру и за скрепы, она в том числе включает в себя и борьбу за отмену налога на одноразовую посуду и на газированные напитки. И они были отменены. То есть не отменены, а просто приостановлены их действия. На год. Сейчас они вроде бы заново должны были начать действовать, но министр финансов от одной религиозной партии, ну, религиозные сионисты, договорился с министром другой религиозной партии, партии ШАС, что он не будет вводить эти газированные напитки, но мы отложим еще дальше выборы. Почему? Потому что эта партия по всем опросам проигрывает выборы. Ну, то есть вот такой вот этот шахер-магер. Я-то грешным делом думал, что выборы отложили из-за войны. Нет, первый раз из-за войны. Сейчас, судя по всему, их еще раз отложат из-за вот этого договорняка. Опять-таки война, договорняк и так далее. Я уже хочу, чтобы они прошли, но потому что так работало, уже хочется, чтобы все закончилось и идти дальше. Но те, кто плохо себя чувствует на выборах, они стараются их отложить. Поэтому одни из выборов, это муниципальные, будут точно. Они точно будут на протяжении 2024 года. А выборы в КНЕСЭД, ну, будем говорить так, они не должны были быть, потому что последние были в 22-м году. Но все считают, что как только закончатся боевые действия, начнутся такие массовые протесты, после которых правительство уже пойдет. Возможно, 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 возможно. Не, ну, более того, та же самая партия ШАС, которая, это партия религиозных сефардов, выходцев из... евреев, выходцев из арабских стран. Вот, в основном. Ну, и Ирана. Так они сами постоянно заявляют, что как только будет этот... То министр от них какой-нибудь, то их пресс-секретарь делают заявление, что как только закончится война, военные действия, надо проводить выборы, и нам нужно новое правительство и так далее. Но они это заявляют, и добиваются от, от меня каких-нибудь новых поблажек и так далее. Ну, то есть, коррупция в числе. Подожди, а кто назначает выборы? То есть, кто решает, вот выборы будут или нет? Выборы решают сами депутаты, когда им проводить досрочные выборы. То есть, у кого большинство, то это решает? Да, большинство решает. А в Израиле выборы в срок никогда не проводились. То есть, скорее всего, проводятся выборы тогда, когда выгодно. Когда большинство депутатов либо не могут больше терпеть существующую ситуацию, либо считают, что им это выгодно, но известно, что треть депутатов как минимум не возвращается на свои места. То есть, на треть КНС каждый раз обновляется. А вот те, которые не возвращаются, они потом возвращаются? Некоторые, да, некоторые нет. То есть, статистики такой нет, сколько возвращается? А в основном не возвращается. В основном не возвращается. В основном не возвращается. Ну, уже мило, хорошо, правильно. Нет, но это называется обновление. Обновление, в принципе, я считаю, любое обновление власти... Да, послужил на обновление. Это хорошая вещь. Это нормально. Это нормально, хотя, нам могут сейчас возразить, а как же опыт? Окей. Да, значит, в любом коллективе должен быть опытный, должен быть новый, должен быть это. Должна быть такая подборка. У Израиля опыт очень важная вещь, и поэтому я, допустим, вижу, как Виктор Гриберман, допустим, человек, который раньше мне как политик очень не нравился, но сегодня он один из самых опытных, но после Натаниаку политиков в КНС. И видно, что вот именно опыт во многом определяет. Про Аббердора Либермана, он изменился? Да. Он изменился, мне кажется. Ну, то есть стал опытнее. Опять-таки, Ариэль Шарон, которого очень долгое время все, многие не любили, потом они к нему относились получше, но во многом это было связано именно с тем, что он постарел. Не только с тем опытом, что стал опытным, но и постарел. То есть молодой гораздо более склонен делать резкие шаги. А старый, он пока встанет, пока он успеет подумать. Понимаешь? Вот с возрастом, с весом. Причем весом не просто политическим, но и физическим. И пока встанешь, ты успеваешь подумать. Мысли быстрее будут. Ты сейчас нам делаешь комплимент. Да, условно. Да, конечно. Я абсолютно считаю, что когда я был моложе, я делал гораздо больше в области. Ты сейчас выбил формулу. Политик должен быть толстым. Не обязательно толстым, но он не должен быть слишком быстрым. Толстым, толстым. Давай называть вещи своими именами. Я, конечно, понимаю, что мы все смотрели в детстве фильм «Кратная шапочка» и говорят «Толстый». «Кратная шапочка» и говорят «Кратная шапочка» и говорят «Кратная шапочка». Это было одним из факторов того, что с ним случилось. Что еще хотел сказать. Давай мы перейдем к итогам года. Давай. Я как раз таки собирался это делать, но хорошо иметь дело с профессионалом, который, как говорится, ведет передачу вместе с тобой. Ну, понятно, для Южного Кавказа, для основной части нашей аудитории, главное событие года – это событие, произошедшее 19-20 сентября. Восстановление территориальной целостности Республики Азербайджан, процесс, которому шли более 30 лет, и процесс, который, в принципе, дает надежду и Республике Грузия, что и ее территориальная целостность будет восстановлена. Ну, в общем, уникальное событие, я так скажу, уникальное событие только для Южного Кавказа. Ты помнишь примерно вот аналоги какие-нибудь? Нет. Можешь привести? Нет, я не помню. Ты пытался вспомнить вопрос? Ну, вот ты мне сейчас задал, я могу подумать, но это... Потому что я пытался вспомнить, и у меня не получилось. Не знаю, у меня есть такая надежда, что мы дошли до времени, когда так называемые хронические неразрешимые конфликты могут находить решения. Во всяком случае, в Карабахе это произошло. Если это произошло... В Карабахе есть надежда, что это произойдет и с другими странами, в том числе с моим родным Израилем, в том числе с твоей Грузией и так далее. То есть, есть такая надежда, что это может произойти. Это первая вещь. Но в любом случае, это безусловно, что называется, штрих, который войдет в большую историю. Не только в маленькую, а в большую историю. Но и я ко мне... Опять-таки, я много раз не говорил об этом в твоей программе. Я считаю, что Ильхам Алиев, пойдя на эту операцию, освободил Кавказский регион от большой войны, которую она была бы сейчас уже притянута, вместе с Израилем и так далее. Потому что я это говорил достаточно давно, что Иран пытался связать три войны в одну. И вот эта Армения, которая очень долго думала, где ей быть с умными или с красивыми, просто была пинком, была ноги вышибленная из Карабаха, потому что, когда стало понятно, что договориться не получится. Это что касается для Кавказа. Для всего мира, знаешь, я думаю, что самое главное было в ушедшем году. Нетрудно сказать, но понятное дело, что для Израиля это 7 октября страшная трагедия, после которой жить как раньше нельзя, править как раньше нельзя, вести политические дела как раньше нельзя. Но вот об этой работе над ошибками можно сделать отдельную передачу. Но понятное дело, что для израильтяния, и может быть для всего мира, 7 октября это главное событие этого года, нападение. Хамаса на Израиль. Если говорить опять-таки на мировых часах, 23 год это год окончания эры королевы Елизаветы II. Элизавет Александра Меривензор правила 70 лет. С 6 февраля 52 года по 8 сентября 22 года. Коронация Карла III произошла уже в этом году. И вот, собственно говоря, в мире было две эпохи, которые были достаточно спокойные. Это викторианская эпоха, которая названа в честь одной из британских королей, которая правила, как считалось, непропорционально долго. С 1837 по 1901 год правила королевы Виктории. И вот ее эпоху называют викторианской эпохой. Эпоха леди, джентльменов, позолоченный век и так далее. И эпоха Елизаветы, которая продолжалась по времени даже больше, чем эпоха королевы Виктории, которая была тоже очень и очень благополучной, сравнительной. Большую свою часть, да? Я Бог тебя слышал. Для Британии или для всего мира? Для всего мира. Но давай мы вспомним, что она по 52-го, по 22-й год. Ну, кроме того, что началось в 22-м году. В Европе не было войн. А как не было войн? На Югославии? Ну, это на задворках. А вообще-то, ну, больших войн не было. Не было. Понимаешь, в 45-м году все были уверены, что новая мировая война, она вот там за порогом. Она сейчас начнется. И, в принципе, все, общая уверенность в том, что после 45-го года была, что вот-вот начнется мировая война. И когда Борис Луцкий пишет стихи памяти Кульчицкого, он пишет, я не жалею, что ты рано умер. Я не жалею, что ты умер, я жалею то, что умер слишком рано. Не в Третьем мировой, а во Второй. Понимаешь? Все ждали вот этой вот Великой войны. И когда там песня про Иволгу, которая звучит песня в фильме «Доживем до понедельника», это песня о ядерной войне, мы с солдатами, да, разрываются атомы, все ожидали, и мир был настолько напуган, что ему удалось продержаться 77 лет без больших войн. То, что произошло потом, что постепенно вот этот мир потерял страх. И вообще вот это очень интересная вещь. Мы помним 20 век как век, то, что было до Первой мировой войны. Опять-таки очень долгое время не было войн, больших войн, когда большие государства воевали друг с другом. Последняя такая была франко-прусская война, и то она была предрешенная, как мы понимаем. Но с 1870 по 1914 год не было войн в Европе. Спокойная, тихая, спокойная Европа. И люди не боялись. Ну, а если даже будет война, то ничего страшного. И когда, и потом человечество упало в войны, в революции, из которого очень тяжело выбрало. А после Второй мировой войны было ощущение, война завтра может быть. И ощущение, лишь бы не было войны. И то, что там этот, и в Советском Союзе, и в Америке люди там ожидали войны чуть ли не... Вот-вот она будет сейчас там. Эти комедии о том, как роют себе бункеры, и там выходят из бункеров через 20... Там и Лево. Да. Это, верите. Но мы жили в достаточно спокойной эпохе, которая разрушилась именно потому, что мир потерял страх. И ну, что страшно, ну ладно. Война дело пацанское. Вот та же королева Елизавета, дочь короля Заики Георга IV, она хорошо помнила, что когда ей было 14 лет, в 1940 году, ее первый раз попросили выступить на радио вместе с сестрой, с обращением к детям, которые тоже несут на себе тяготы войны. И она первый раз выступала в начале Второй мировой войны для Британии. А вот нынешние правители, ну, кто родился даже во время Второй мировой войны, только Байден. И поэтому вот так легко влезли в это, ну, потому что война такое дело пацанское, все нормально, ничего такого не будет. И в этом отношении 23 год, это во многом год пацанов, год гопников. Давай вспомним, что в апреле в Петербурге во время взрыва был убит такой военкор Владлен Татарский, настоящее имя Максим Юрьевич Фомин. И наиболее известная его фраза, произнесенная им во время стрима в Георгиевском зале Кремля, он, когда, помнишь, он говорит, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет так, как мы любим, давайте с Богом, да? И вот, вот, наступило время таких, как этот вот Фомин Татарский. Ведь, кто, кто этот человек, взявший псевдоним из-за Романа Пелевина, да? Это человек, который когда-то в 2011 году вместе с приятелями надев на голову чулок, вооружившись пистолетом, участвовал в вооруженном ограблении, зашел в приватбанк в Макеевке, они там забрали 11 707 гривен, что-то такое, то есть, где-то по 500 долларов, 12 200 евро, там еще 255 долларов бумажками и еще 10 тысяч российских рублей, что-то такое. Рядом, кстати, около кассы находилось миллион, но они его не заметили. И зато они взяли пачку, в которой был датчик слежения, и их сразу заметили, когда их сразу нашли. И Фомин на наследстве сказал, что он просто пошел на преступление, потому что у него плохо шел бизнес, и как зарабатывать деньги, он не знал. То есть, человек не находился в жизни. А потом, в 2014 году начались боевые действия, именно боевые действия вытащили его из зоны, а в 22-м году он стал таким вот российским военных военкором. В 23-м его прихлопнули. Но во многом это он был такой символ времени, да, такой будет, как мы любим. То есть, понимаешь, этот стиль гопников, риторика гопников, она стала риторикой года. Это что называется, новый сладостный стиль Российской Федерации, который правит главгопник. Именно поэтому человеком года в Российской Федерации, безусловно, является Евгений Пригожин. Евгений Викторович Пригожин, потому что это ну, 100%, это его год. Он вначале просто стал таким образцом нового сладостного стиля. Если вспомнишь, даже в этих интернете, интернет-программах, политологи, они начали как-то подражать стилю Пригожину. Говорит более и развязано с большим количеством неформальной лексики и так далее. Кроме того, вот этот критикующий матом руководства армии, руководства министерства обороны, оскорбляющий военачальников, генералов, намекающий на самого счастливого дедушку, который может быть законченным мудаком, главкопника, упоминающий олигархов и прочее, он ведь этот стал выглядеть как фактическое олицетворение оппозиции в авторитарном государстве, где нормальная оппозиция невозможна. И это к нему так уже в принципе обращались как к главе оппозиции. А потом 23 июня, помню у нас передача как раз в этот день он поднял вооруженный мятеж и пошел на Москву и вдруг выяснилось, что Москву достаточно легко взять. Он шел буквально через Воронеж и Ростов как этот нож сквозь растопленное сливочное мясо, нагревшееся сливочное масло. И вдруг не захотел доводить свой штурм до конца. одна из первых мыслей, он это не захотел было то, что Пригожин не жилец после этого. Мы помним, что в июле его простили, ему вернули имущество, а потом 23 августа самолет с руководителями ЧВК Вагнер взорвался и разбился. Я много раз, по-моему, и у тебя в программе тоже говорил, вспоминал по этому поводу отца нашего политологического Никола Маккиавелли. Вот с одной стороны в Маккиавелли есть в трудах очень много упоминаний о том, что государство должно всяким образом бороться с существованием частных армий и армий наемников, которые очень легко вести, но потом очень трудно вывести. Но это не читали в Кремле. Были же, однако, были, однако, сочинения Маккиавелли, который должен был знать и Пригожин, но он их тоже не читал. А Маккиавелли надо читать. Вот у него есть такой рассказ о восстании Чомпи в 1378 году. Он упоминается в книжке «История Флоренции». Там упоминается, что восставшие они стали собираться после первых побед и решили, что может быть идти на переговоры или надо добивать. И, в принципе, вот это два-две позиции. И большинство как-то еще склоняется, ну давайте уже как-то договариваться, мы же уже вроде бы начали победили, но тут выходит кто-то напоминающий Владимира Чаленина и говорит, а оборона есть смерть для всякого вооруженного восстания. Он говорит, если нам надо было решать вопрос, следует ли вообще браться за оружие, следует ли сжечь, грабить дома, расхищать церковное имущество, я бы был первым, кто был бы против. Но если мы уже вот только натворили, то нам надо идти до конца, потому что иначе мы, если мы попытаемся договориться с теми, кого мы так ограбили и разбили, то они нам этот сильно заплатили. И поэтому надо идти до конца, а восстания нету других вариантов, либо это заканчивается смертью восставших. Мятеж не завершается удачей, в противном случае его зовут иначе. Иначе. Абсолютно верно. Ну и в декабре Уэлл Стрид Джоннелл объяснила, что гибель пригорно при крушении самолета было убийством. И организация получила личность как совет безопасности. Да, почему-то его назвали организатором тоже по... Ну, потому что по публикациям имена сын Патрушева готовится к преемнике Путина, а не товарищ Пригожин. Но вот странным образом Евгений Пригожин больше навредил Украине своим восстанием против Путина, чем боевыми действиями ЧВК против Украины. Почему он навредил больше? Потому что он напугал Запад. Ну, хорошо, допустим, благодаря военным действиям, благодаря давлению добьемся падения режима Путина. А кто его заменит? И что, если вот вместо такого, как Путин, придет такой, как Пригожин, который еще страшнее, как посчитали на Западе? Я так, например, не считаю, потому что я считаю, что если бы даже более милитарически настроенные пошли бы на смену Путину, то они бы начали договариваться именно потому, что они бы понимали что договорились. Могли бы начать договорить. Проблема Путина в том, что он не может начать договорить. Путин не может, а Пригожин мог бы. Но Пригожин не пришел бы, конечно, при всех раскладах не пришел бы, я в это не верю. Если бы власть была бы сброшена, то пришли бы более милитаристские настроенные люди. Да, но не Пригожин. Ну, может быть, не лично Пригожин, а кто-то из этих людей. Так вот, Пригожин напугал Запад. Кстати говоря, Запад почему-то у нас очень пугливый стал в 1923 году. Допустим, мне один американский чиновник, он сказал, что и Карабах нас напугал. Я говорил, чем? Он мне сказал, ну, допустим, Украина победит и добьется захвата Крыма. Это обозначает, что из Крыма должно убежать все население? Ну, вот примерно такой же у меня была реакция. А поднятые плечи? Ну, то же самое можно сказать про Абхазию, то же самое можно сказать про Южную Осетию. Эти разговоры у меня были и с Вадимом Дубновым, у меня был прямой разговор об этом, откровенный. То есть, для того, чтобы все население не убежало, лучше, чтобы те, которые убежали, не возвращались. Ну, да, в этом отношении удается, причем при том, что всему населению удается выбор, что, ребята, живите, кто вас трогает. Окей, в этом отношении, я говорю, стали слишком пугливыми. Но, безусловно, вот Пригожин, это год Пригожина. И год, вообще, это год гопников и пацанов, да? В этом отношении это, безусловно, год гопника Эрдогана. Мы помним, что в начале года... Почему, почему в твоей фразеологии Эрдоган Гопник, кстати? Потому что он стамбульский хулиган. Вот и все. А, вспомним, в начале года. Стамбульский хулиган, это, скажем так, это детство. Почему Гопник политически? Вот это мне всегда... Ну, может, ведет себя так, ну, извини. Можно я скажу и я объясню? Этот человек, который начинал с того, что он был стамбульским бузатерным. В начале этого года в Турции и Сирии было сильное землетрясение. И погибло 50 тысяч человек. Погибли они не только из-за землетрясения. Они погибли из-за того, что в городах, где были однопартийцы, ставленники Эрдогана... Радикально, критически нарушались нормы при постройке. Вот из-за несоблюдения норм строительства погибло огромное количество народов. С этим можно... Население Турции переизбирает Эрдогана. А политологи в твоей передаче объясняют, что Эрдоган сейчас не другой стал, он стал более цивилизованный, более прогрессивный, более такой вот... 7 октября происходит в Израиле, Эрдоган возвращается абсолютно к риторике гопников. Этот человек, который уже в принципе мог стать во главе тюркского мира. Это 80 миллионов населения, кроме населения Турции. Это был бы вообще своя полоса от Балкан до Китая. Он бы был хозяином этого мира. Он бы был во главе стран, которые готовы были выстроиться. Сейчас это уже не получится. То есть он что-то будет делать в этом направлении, но вот так того, что выстраивалось, ему помогал Запад выстраивать это. Это уже не будет. То есть у человека был шанс стать великим султаном, а он бы почел остаться стамбульским гопником. Несколько странная, честно говоря, интерпретация. Я тебе могу найти кучу аргументов, которые твою, скажем так, стройную картину мира опровергают, но я просто боюсь, что мы очень долго на этом остановимся. Мы это говорили в октябре месяце несколько дней. Поэтому я тебе скажу. Я объяснял свою позицию, но прежде всего я был достаточно сильно вовлечен в анализ, в прогнозирование, даже в логистику процесса построения так называемого тюркского мира. Я у тебя еще второй вопрос спрошу. Что такое построение тюркского мира? Оно уже негелевантно, поэтому пошли дальше. Построение тюркского мира – это был четкий военно-политический экономический союз тюркоязычных государств от Турции и дальше. Через Азербайджан, Туркмению, Узбекистан, Казахстан, Киргизию и вплоть до Дунган в Китае. Вот тюркский мир, который есть. Если этот проект будет поддержан ресурсами конкретных сил на Западе, он будет реализован. И не только Эрдогану по отношению к Эрдогану не будет играть никакого... Дело Александровича, он мог быть реализован. А сейчас не будет... Он будет отложен... А сейчас не будет реализован из-за риторики Эрдогана. Из-за риторики. Из-за риторики Эрдогана он сейчас не будет реализован. Ну, так не бывает. Мы же того взрослые люди. Реал-политик и реал-политик. Реал-политик зависит от того, насколько ты можешь доверять. А когда человек гопник и ведет себя как гопник, ты ему не можешь доверять. Гопник в твоих словах просто ругать без конкретного содержания. Не-не-не-не-не-не. Понимаешь, есть определенная... Давай так, одну передачу мы посвятим субкультуре российских пацанов. И вообще международных гопников. Это очень интересная вещь. О ней можно говорить о том, почему это не чистый криминал. Почему этот, допустим, старый криминал Петербурга смотрел на пацанов и гопников с большим раздражением, чем я. И так далее. Но это надо понимать. Единственное, что хочу, завершая, сказать про год автократов и год пацанов, что это год переизбрания на третий срок Цинь Цзинь Пина. То, что, в принципе, китайский авторитаризм в какой-то момент решил, что власть должна ограничиться двумя сроками. И это правильно для дальнейшего движения вперед. И тут мы выясняем, что... Это Дэн Цзинь Цзинь Пин так решил. Че? Это Дэн Цзинь Цзинь Пин так решил. Да. Это необходимо для дальнейшего движения вперед. И для того, чтобы государство... Но два срока по 10 лет. Но тут Цзинь Цзинь Пин выбран был политическое закручивание Гай, которое идет против экономического процветания. Опять-таки, год пацанов... Это год возрождения Трампа. Мы помним, что Международный уголовный суд выдает орден на арест Путина, но американские различные судебные инстанции предъявляют объявления по уголовной статье. Потом будет еще два. Трампу, и несмотря ни на что, он укрепляется и сегодня выглядит почти безальтернативным победе фаворитом президентской гонки не только в лагере республиканцев, но вообще будущим президентом Америки. И если демократы не ведут то, что господин Залужный называет порохом, не будет изобретен порох, то есть не будет введена какая-нибудь новая вещь, то, скорее всего, Трамп выиграет выбор. Что это может быть новой вещью? Замена Байдена по ходу кампании? Или какая-нибудь другая вещь? Мне непонятно, но если все будет идти так, как идет сегодня, то Трамп выиграет выбор. Ты знаешь, я тебе на это отвечу словами, опять-таки, вспоминаемого часто мною и тобою вспомненного фильма «Ирония судьбы», когда мама Жени в конце говорит «Жен покажет». Смотри, я тут перед выборами Эрдогана спорил несколько раз, я говорил, что он победит, хотя мне это не нравится. А с кем ты спорил? В том числе, я спорил в израильском медиапространстве, на Ивите. И мне это со мной спорили. Я говорил, смотрите, я очень не хочу, чтобы он победил, но он победит, скорее всего. Для меня 23-й год, это год, когда я давал прогнозы, которые сбывались, и которых я очень не хотел. Фиксируем. Ты говоришь, что Трамп победит на выборах? Я говорю в той формулировке, которую я сказал. Если демократы не ведут какой-нибудь порох, если ничего не пройдет, если будет идти так, как идет сейчас, то он победит. Порох можно вести. Например, Байден может устроить большую войну и выиграть ее, чтобы Америка мешала в большую войну и победила. Ну, например, война с Ираном. А порох может быть, Байден может сказать так. Я стар, я ухожу. Вот губернатор такого-то штата, он идет на выборы от демократической партии, я его поддерживаю. Пожалуйста, поддержите его на праймерис. Переизбирают кандидата, Байден остается президентом и так далее. Ну, такое возможно. Если ничего этого не произойдет, то Трамп выигрывает не будет. Так, как это выглядит сегодня. Опять-таки, хочу ли я этого, совершенно не хочу. Так же, как я не хотел ни одного из прогнозов, который сбылся в 23-м году. Ни прогноза моего по поводу того, что ослабление, что новое правительство, не было, приведет к критическому ослаблению Израиля, что ударит по его безопасности. Это произошло. Ни моего прогноза в 23-м году, что украинское контрнаступление провалится, а к ноябрю месяце на Западе будет окрепляться это желание надавить на Украину, чтобы она заключила мирный договор на основе территориального компромисса. И еще много, мы в твоей программе обсуждали, вспомнили, я всего этого не хотел. Это, к сожалению, случилось. Окей. Поэтому для меня, лично для меня, 23-й год, это год Кассандры, когда я делал прогнозы, которые сбывались, несмотря на мое желание. Опять-таки, возвращаясь к году пацанов, это год, безусловно, сериала «Слово пацана», который... Я его посмотрел, разочарован. А тут, смотри, по мне, так он неплохой. И сделан достаточно искусно. Неплохой, но по сравнению с тем, что говорили, я ожидал, конечно, совсем другое. Окей. Но его этот ажиотаж вокруг этого фильма связан не с его крупными художественными достоинствами, и не с остросрежетностью, и не с тем, что публику очень сильно интересует то, что происходило в Казани, да и не только в Казани, в 1989 году, так называемые молодежные... Это зима 88-89, да. Это 89-й год. А восприятие фильма... Да и это важно. Это зима 88-89, с 88-го на 89-й год. Восприятие фильма, оно связано вовсе не с прошлой криминальной революцией, не с криминальной революцией 80-х годов, которая продолжалась все 90-е, и не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. Оно связано с будущим ожиданием, ну, с ожиданием будущего беспредела, причем это четкое, точное ожидание, а люди понимают, что вот эта война, то есть возвращение людей с войны, то, что уголовников выпускают из зоны, это все не придет ни к чему хорошему. И вот это ощущение будущего беспредела, оно растет. Причем оно растет не только в России, но и в сопредельных странах, где это слово пацана тоже пользуется огромной популярностью. И в этом, и в этом, в Казахстане, в Украине, оно тоже бьет, то есть слово пацана имеет большую популярность, чем имела игры кальмара и Игра престолов. В конкретных странах ты имеешь в виду? А? В конкретных странах ты имеешь в виду? Ну, в Украине, в Казахстане. Я не уверен, что в Украине так популярно. В Украине, в Украине, да, я могу тебе потом скинуть кучу ссылок о том, что в Украине она побила все рекорды. Посмотрите. Арисович комментирует это, сказал, ну, если у нас нет своего, то смотрит российского. Тут вопрос не в том, что нет своего, а в том, что во многих отношениях, социальных отношениях, процессы, происходящие в российском обществе, они похожи похожи на процессы, происходящие в украинском обществе. Как бы поклонники Украины не считали бы, что с одной стороны там орки и орда, а с другой стороны цивилизованные европейцы. Это не совсем. Смотри, что касается слова пацана, я вот с тобой категорически не соглашусь, что нет, там может быть какое-то предчувствие, ожидание, но просто очевидно, тут какая-то аберрация близости и незнание самого по себе, хотя бы казанского феномена. Потому что для того, чтобы произошло то, что произошло, то, о чем ты говоришь, нужны следующие условия. В смысл молодежного насилия какой-то момент, когда все стабильно, на посадку идет определенная часть лидеров молодежных, которая возвращается в период, когда все начинает расшатываться и когда государство начинает насыпаться. И вот тут эти лидеры уже с новым составом уже молодняка сколачивают те самые группировки, которые потом в принципе на очень недолгий срок, потому что потом идет очень быстрое переформулирование, 2-3 года, потом начинается отстрел, потом начинается страшная война, 2-3 года, а потом кто-то выживает, кто становится бизнесменом, кто-то отходит в общий отдел, кто-то садится на пожизненное, и государство берет свое, берет реванш. Вот тебе все. И 90-е продолжались почти 10 лет. Да, не закончили. А теперь, а сейчас, сейчас, не, что же почти в 97-98 году все группировки в классическом мире, они были уже разгромлены. Государство уже доложило лапу на все. Другое дело, что там варье на варье сидело, и тогда еще нужно было когда, а потом пришли силовики, которые вообще полностью обнулили все это. И кто-то, кстати, уже в качестве бизнес-воена пошел под силовика. Так вот, это во все иди, пожалуйста, ты сказал в 98-м. Мы говорим о начале в 88-м и идет до 98-го. В некоторых странах, опять-таки, это шло по всему советскому пространству, это шло не до 98-го, а гораздо больше. Опять-таки, в разных местах оно шло по-разному. Например, у нас в Бакистане, в Бухаре моей, и в Грузии оно шло гораздо более мягко. Почему? В Грузии какое-то мягко. Ты что, в Грузии не власть захватил? Правильно, но в Грузии существовала организованная преступность. А когда существует организованная преступность, она вот эти уличные банды может легко подмять. А вот когда это все начинается строиться с раздела асфальта, с крови на асфальте, то тогда это гораздо больше крови, гораздо больше жестокости, гораздо больше всего. Организованная преступность, она как-то стремится превратить преступность в криминальный бизнес, где слово бизнес первичное. А ведь эти пацаны в фильме «Слово пацана», они же воюют не за деньги. Они воюют по своим пацанским понятиям. Потому что пацан, я дерусь, потому что я дерусь. Это портов. О Грузии мы можем поговорить, в Грузии был беспредел хуже казанского, несмотря на наличие организованной преступности. Но вопрос в другом, вопрос в том, сейчас все будет по-другому. Может быть дезинтеграция может по-другому. Я думаю, что все будет гораздо хуже. Понимаешь, в этом отношении сериал «Слово пацана» это полная антифетеза сериалу «Бригада». Потому что сериал «Бригада» символизировал выход из лихих 90-х. Бандиты они одели пиджаки вместо курта, они сели уже на бизнесы, они пошли в депутаты, они стали начальниками, они научились взаимодействовать с органами и так далее. Они стали властью. То есть это как кто-то был уничтожен, кто-то был интегрирован в государство. И лихие 90-е закончились. А сериал «Слово пацана» обозначает возвращение худшую век лихих 90-х. Просто единственная разница, что тогда была надежда, сегодня надежды нет. Ну тогда в том же фильме говорит, вот посмотрите, Горбачев говорит, у нас будет как в Америке, может тут бизнес будет, капитализм будет, это хорошо, там еще что-то будет. Но была надежда, что будет хорошо. сегодня нету надежды, что будет хорошо. Сегодня надежда есть, что будет еще хуже. Я много иногда беседую с людьми, которые из российской глубинки, которые мне пишут по разным поводам, в основном связанным с моими культурологическими программами, а не политикой. Там есть учительницы, которые мне пишут, они показывают мои программы в школах и так далее. Я беседую, и последний человек, который мне писал, учительница из одного провинциального российского города, она пишет, ну, с одной стороны, пока война нам лучше, что-то лучше, она говорит, ну как, вот, госзаказы пошли, там деньги появилось, если у населения больше, кто-то там на войну поехал, вернулся, опять-таки, с деньгами. Вот офицерский клуб открыли, всякие другие вещи, ну, глупости такие пишут, а с другой стороны, мы же понимаем, что потом будет хуже, она пишет, потом будет хуже, и поэтому самое главное, вот, иметь такой дом на стороне, на который не затронут все эти события, хотя она хорошо понимает, что этого не произойдет, что затронут, и в этом отношении, да, вот, слово пацана это такая вещь, понимание, что государство в очень скором времени не сможет контролировать и не сможет защитить, а когда государство не может контролировать, не сможет защитить, то, значит, задача вписаться в какую-нибудь группу, это может быть одна уличная группа, или другая, не обязательно уличная группа, в том же фильме есть очень такой яркий образ, образ комсомольца, который очень напоминает молодого Ходорковского, который в это же время начинал Минотеп, тоже всяких технических клубов молодежи, того, что узнал, Ходорковского, тоже узнал Ходорковского, да, то, что варил эти джинсы и там делал всякие другие вещи, вот в этом отношении это год пацанов, ну и последняя вещь, что я бы хотел сказать, этот год, это год, когда в России очень много боролись за демографию, за повышение о рождаемости, но как обычно бывает в России, боролись через одно место, то, которое не рожает, боролись путем запрета международного движения ЛГБТ, я вообще не понимаю, это просто запрет человеку быть собой или что такое, боролись запрещая оплатившись на голую вечеринку и вливай, все закончилось голая вечеринка и вся эта борьба, все нормально. но и, кстати говоря, вот все говорят, это типа военкоры, возмущенная общественность, никакие военкоры, никакие, никакая возмущенная общественность не этот, заставили бы Эрнста или Добродеева переснимать в срочном порядке перед Новым Годом фильмы, а Киркорова вырезает уже этот, из готовых фильмов, даже не из новогоднего огонька, не из концерта, из фильмов, и Киркорова, и Емельянскую вырезает из готовых фильмов, это такое, и такое может быть только из-за недовольства одного лица в России, только из-за главного лопника. Это кто-то донес до Путина, и Путин решил, что с этим надо бороться, потому что иначе с этим бы не боролись. А еще борьба за демографию, это была борьба, когда еще в январе в ходе круглого стола в Госдуме священник Федор Лукьянов, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, предложил проводить аборты только по согласию мужа беременной женщины, чтобы уменьшить количество абортов, да, при этом как-то совершенно не подумал, что если женщина заведет ребенка вне брака, у кого-то это брать разрешение. Это Лукьянов, он не только священник, он еще и член Совета при правительстве России по вопросам попечистства в социальной сфере, да, опять-таки депутат Госдума Вероника Власова при предложила сократить законный срок прерывания беременности, снизив его с 12 недель до 8, когда многие женщины даже не знают, что они беременны. Также это представители кроме РПЦ согласия мужа перед абортом стали требовать депутаты. Ну и в конечном итоге сенатор, которая заявила, что сенатор Маргарита Павлова, она высказала мнение, что нужно на законодательном уровне изменить систему ценностей сообразования на деторождение, чтобы девушки не получали высшее образование, которое им не очень нужно, а занимались своим прямым наделом, рожали солдат. Ну и последнее предложение, которое мне попало в глаза, это депутата Госдумы от фракции ЛДПР Селезнева, который предложил с... Гел, ты сидишь? Он предложил выпускать из тюрем заключенных, если они будут рожать детей, в смысле женщин заключенных. Вот если она выйдет на подбывку в короткий отпуск, до беремене, ей отменять срок. Но если можно выпускать ради войны, то надо выпускать и ради рождения солдат. Вот таким образом бороться за подъем детокождения. Какими-нибудь более нормальными способами, например, улучшая экономику, социальную жизнь, правовую сферу и так далее, чтобы люди хотели рожать, нет. Но вот эта борьба с абортами и навязывание детей, она, как известно, во всем мире обычно тоже приводит к росту преступности. В Америке вот это известно, что больше всего удар по уличной преступности, но той самой неорганизованной, той самой преступности с асфальта, гопников, пацанов, больше всего ударило по ней не орудий Джулиани или какой-нибудь другой мэр города. Больше всего нанес по ней удар это за решение по поводу разрешения аборта. Когда просто нежеланные дети, которые потом идут на асфальт, были абортированы и будущая преступность была абортирована. Есть исследования по этому поводу, нет, есть исследования по этому поводу, что вот именно то, что подошло поколение, которое этот Роу против Уэйта абортировало, повело к тому, чтобы снизилась вот такая асфальтовая преступность, самая насильственная, самая кровавая. И это было именно из-за разрешения аборта. В частности, если кто хочет почитать по этой теме, советую почитать книгу «Фрикономика», «Левита» и очень интересная книга, где в том числе описывается, как разрешение абортов снижает уличную преступность. Но если поставить перед собой эту цель увеличить количество пацанов, то, конечно, надо запрещать аборты. Да уж. Но при всем при этом, при всем при этом, сегодня Новый год, поэтому мы на мрачных вещах не будем останавливаться. Я категорически согласен, что запрет абортов означает увеличение плохих людей, плохие люди и хорошие люди зависят от того, каким будет общество. К сожалению, так. И общество, и, прежде всего, те люди, которые их воспитывают. А те люди, которые их воспитывают и рожают и есть общество. Поэтому тут разные могут мнения. Я за желанных детей. Я тоже за желанных детей. За большие семьи и желанные дети. Я за то, чтобы дети были желанными. Все дети были желанными. Мне бы этого вообще хотелось бы. Я надеюсь, что так оно. Мне бы хотелось бы. Я не надеюсь, что так будет везде и всюду, но хотелось бы. С Новым годом тебя, твою семью, счастья, здоровья, благополучия, всего самого-самого наилучшего в Новом году. С Новым годом тебя, Гела, всех наших слушателей. С Новым годом страны, которых нас слушают. Я желаю всем этим странам мира благополучия, процветания. Пусть зеленый деревянный дракон работает. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. С Новым годом!